Вы начали понятие права, это такая объемная тема, где первый и основной вопрос это принцип права. Справа есть институт, институт это норма, которая выражает какой-то принцип, вот это принцип нормального равенства, равенства в свободе, он же, как я вам пытался объяснить в прошлой раз, он же справедливился. Справедливается, как и есть права, это одно и то же. Далее, следующее рассуждение в этом вопросе принцип права. Свобода, право и собственность. Что такое собственность в связи с принципом права? Я вам что-то объяснил. Принцип права и справедливость это одно и то же, а принцип права это равенство в свободе, формальное равенство, оно же запрет агрессивного насилия, это все одно и то же. Так вот, еще одно и то же, собственность. Вот собственность, она же принцип права, она же запрет агрессивного насилия, она же равенство в свободе или правовая свобода, как угодно говорить. Ну точнее так, собственность, ну просто один из аспектов этого принципа права. Значит, когда я вам с вами в первый раз выясняю, что такое свобода, мы главным образом сосредоточились на самопринадлежности, на представлении о том, значит, кому вы, на ваше представление о том, кому вы принадлежите себе там или еще кому-то. Вот, ну и так далее будем мы с вами, прошу вас далее тоже понимать свободу, именно так, свобода как самопринадлежность меня не интересует, больше ничего. Но сравнство в свободе принцип права, значит, сравнство людей в том, что они самопринадлежны, нижайшие, больше не в том. Вот, это самое, из этой самопринадлежности логически вытекает то, что называется собственность. А еще так можно сказать. Вот свободы есть такой феномен, который с необходимостью предполагает, что даже не два компонента самопринадлежности собственности, а три компонента. Самопринадлежность, собственность и безопасность. Вот сейчас мы говорим о собственности, как важнейшем необходимом компоненте свободы. Так, значит, как я понимаю вот это слово собственность, то, что я имею в виду, как я сейчас далее говорю в этой самой форме. Вот первое приближение к собственности, это такой институт, то есть такой социальный порядок. Или собственность это такой порядок социальной жизни, при которой ресурсы жизнедеятельности присваиваются. В первом приближении нам достаточно помнить, что собственность я называю. Вот не какие-то объекты собственности, ничего-то еще. А собственность я называю такой порядок взаимодействия людей, по которым люди знают и с этим соглашаются, что ресурсы жизнедеятельности, они не сами по себе существуют. Они не чейные, а не чьи-то. То есть ресурсы жизнедеятельности присваиваются. Вот если в обществе такой строй, такой институт, такой порядок социальной жизни, при котором считается нормальным то, что ресурсы жизнедеятельности присваиваются, вот такой порядок я и называю словом собственность. Значит собственность сейчас что такое? Это институт такое. Понятно? Да. Какое такое? А вот в первом приближении нам достаточно что? Ресурсы жизнедеятельности присваиваются. Потому что возможно и противоположная социальная ситуация, а именно такая, когда считается, что нельзя присваивать ресурсы жизнедеятельности. Теперь что такое присваивать? Это понятно? Нет. Присваивать. Если вам понятно, что такое самопринадрежность, то человек принадлежит сам себе. То есть он сам собой распоряжается. Вот не кто-то другой им распоряжается. Мы объясним, что такое свобода. Я вам объясню, что такое свобода. Человек сам собой распоряжается. Что значит собой? Он распоряжается своей деятельностью. А результатами своей деятельности, продуктами своей деятельности он же распоряжается или кто-то уже другой должен распоряжаться? Начальство, нет? А кому непонятно, что если человек распоряжается сам собой, то это значит распоряжается своей деятельностью. Но это то же самое, что он распоряжается и продуктами своей деятельности. Кому принадлежат? Если мы признаем, что человеке принадлежат каждый сам себе, то кому принадлежат результаты человеческой деятельности? Только тому, кто их производит. Больше никому. Правильно? Если вы признаете самопринадлежность, значит вы с необходимостью признаете что? Тоже на букву С. Собственность. Если вы этого не признаете, извините, значит с логикой у вас не в порядке. Дело в том, что подавляющим что людей, ну 90% мыслят в своей практике не рационально-логически, а как угодно. Из них половина открыто заявляет, что они веруют в Бога, что Он действительно есть и Он что всех вас накажет. Понимаете? Это глубочайшее заблуждение думать, что наличный человек – это существо рациональное. Ничего подобного. 10% населения Земли в настоящее время – это рациональные субъекты. Остальные, в той или иной мере, там частично рациональные. Если Пупуаса за 10 лет научить сначала арифметики, даже основы высшей математики, объяснить ему научные основы мироздания и в конце концов объяснить ему, что Луна за 10 лет, можно практику уже показала, за 10 лет Пупуаса, научают понимать, что Луна – это спутник Земли. И что это не божество вот такого вот размера, которое вот накажет непослушных детей на Землю, а это в действительности огромный жар. И что люди на этом жаре даже летали и продемонстрировали фильм о том, как они туда летали. Он в этого все поверит. Это у него все наложится у этого Пупуаса на его коренные ядерные представления о том, что Луна все-таки – это вот такой божественный пол, который на небе вот тут не высоко висит. И только когда дядя, который меня сейчас учил, он уйдет, я ему скажу, что на самом деле я помню, кто-то есть. Я дяде буду говорить, дядя кормит. Много чего дает интересного, я помню. Все, я помню. Я опять вам нарисую картинку, которую я уже один раз, самый первый раз, вам предложил картину социального мироздания, социального мироустройства. В частности социокультуры я делаю на два типа – правовой и патестарный типы социо-культуры. Культура – это создаваемые людьми правила социальной жизни. Это все правила, которых нет в природе. Культура – это тот мир, который люди создают сами, который противостоит природному миру. Социокультура – это правила социальной жизни. Итак, вот два типа – социокультура – правовой и патестарный. Два исторических этапа я выделяю. Всего два, не три, не четыре исторических этапа, только два. Они называются аграрная эпоха. Это эпохи. И индустриальная эпоха. Эпоха. Аграрная – это такая, в которой существуют только аграрные общества. Индустриальная эпоха – это такая, когда уже помимо аграрных появляются, существуют, развиваются индустриальные общества. Никакой постиндустриальной эпохи я не знаю, не видел. Далее. Здесь у меня получается всего восемь цивилизационных типов. Греко-римская античность, западный феодализм, восточный феодализм, диспотизм, древний диспотизм, капитализм, западный социал-капитализм или просто западный социализм, восточный социал-капитализм, или просто восточный социализм, и коммунизм. Вот всего 8 социальных типов. Все известные реальные конкретные культуры таким образом типологизируют. Прежде всего я их разбиваю на две половины. Социальная культура относится либо к правовому типу, либо к хапестарному типу. А какой критерий? Ну вот критерий в частности или прежде всего собственности. То есть далеко не во всех социал-культурах присвоение ресурсов жизнедеятельности является нормой. Вот можно вообще в умных книгах прочитать, что собственность есть везде. Ну и в какой-то мере это правильно. А в другую идею, что понимать в качестве собственности. Первоначально, во первом приближении, он сказал, что это такое. Вот теперь я начинаю уточнять. Что в сообществе людей, где нормально, легитимно, что ресурсы присваиваются, а не принадлежат всем вести и никому в ответственности. Публично-властные институты или публично-властные инстанции, угадайте, с трех раз предназначены для чего? Защищать эту собственную жизнь. Какую эту? Защищать эту собственную. Защищать эту самую пресловутую собственность, о которой я сейчас говорю. То есть защищать такой порядок, при котором ресурсы жизнедеятельности присваиваются, то есть принадлежат кому-то, и всякий, кто на них посягает, считается по нормам этого общества, по его принципам, понятиям преступника. Что это значит, ресурсы присваиваются? Это значит, как вы помните, из гражданского кодекса, из Конституции Российской Федерации, это что значит? Что собственник, вон, своим собственным имуществом чего? Свободно владеет, пользуется и расприжается. Это такой порядок, который предполагает, что люди своими собственными ресурсами свободно владеют, пользуются и расприжаются. Отчеркиваю, своими только собственными, вот не чужими, а своими. Вы знаете, об этом даже знают судьи Конституционного Суда, Российского Конституционного Суда. Что в праве люди расприжаться свободно только своими собственными ресурсами. Это известное дело про налоги, вы должны знать такое дело. Про то, как Конституционный Суду говорят, что в Конституции, в части 3, статье 35, говорится, никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. А у вас, получается, в испорном порядке взимаются недоимки по налогам. Где же тут Конституционный Суду? А Конституционный Суду говорит, э, нет, это никто не может лишен без судебного решения, только своего имущества. А если начальник говорит, а имущество там мое, то оно уже не ваше. Недоимки по налогам, да, это, говорит Конституционный Суду. Ваше имущество! Непонятно, что я сейчас рассказал? Дмитриеву кто-нибудь понял, да, объяснил. Это все понятно, что ты поняла. Конституционный Суд Российской Федерации избирается над здравым смыслом. Поняла? Я им так и передам. Значит, свободно владеть кольцами распорядаться, чем передать муж. Что это значит свободно? Это значит что? Беспринуждение. По закону, без принуждения, ну, наверное, беспрекарственно, правильно? Как я хочу, так своем преимуществом, как собою я распоряжаюсь свободно, точно так же и принадлежащим мне имуществом, точно так же свободно распоряжаюсь. То есть единственное ограничение, чтобы любые мои действия, неважно, с собой я распоряжаюсь или мучшему, которые я распоряжаюсь, не перерастали бы, вошло. Агрессивное насилие, да? Вот я не имею права вот эти штук лично включать, правильно, да? А я возьму какую-то с вами, то что, я имею права, да? Ну, вот я не имею. Это я вообще трогать не имею права. Не говоря же о том, что я не имею права. Отлично. Вот, то есть единственное ограничение, запрет, адресивного насилия, больше ничего. Свобода, собственность, это одно и то же. Вы знаете такую страну какую-нибудь, где в Конституции хотя бы такое провозгрушено? Что? Свобода защищения. Что? Что? Свободно, это значит беспрепятственно, что нельзя ограничивать никакими законами свободу владения, пользования и распоряжения. Германский. Вот в США такого не написали, потому что это было само собой, даже в голову такое не приходило тогда, 200 тысяч лет назад, что надо это все писать в Конституции. А вот в основном законник ФРГ как раз наоборот. Там написано, собственность обязывает. Там написано, что вы, конечно, можете, как вам хочется владеть пользу и распоряжаться, но только так, чтобы это не противоречило бы и противоречило бы всеобщему интересу. Вот не говоря уже о том, что никакого всеобщего интереса нет, что эта правящая группа выдает свои интересы за интересы всеобщих, что логически такого быть не может никакого всеобщего. Не говоря же просто об этом. Я просто подчеркиваю, что в современном социал-капитализме, даже в западном социал-капитализме, собственность по существу отрицается. Ну, точнее так. Вот стакан, который наполовину, он наполовину что? Пустой или полный? Полный. Или пустой? Вот как ни скажи, это будет одно и то же. Значит, можно сказать, что в современном западном социал-капитализме собственность не урожается. Можно сказать, что она признается, но по остаточному признаку. По остаточному принципу. То есть вообще-то собственность есть в том смысле, что все, что у вас не отобрали, по закону. Оно все ваше. А распоряжаться вы этим можете так, чтобы оно не противоречило ваше распоряжение закону. Вот. Вот тогда все решаете, есть собственность или нет собственности. То есть все эти социал-капитализмы и феодализмы, они, в общем-то, образуют некую смешанную, промежуточную социокультурную ситуацию. Тут конкурируют институты правовые и потестарные. Тут собственность и власть конкурируют. Вообще вот антонимом собственности является власть, републичная власть. Собственность означает, что я своей деятельностью, ее результатами, продуктами, как хочу, так и распоряжаюсь. А власть означает, что есть другие люди, помимо меня, которые мною, моей деятельностью, продуктами моей деятельности распоряжаются. Понятно, что это противоположность. Либо власть, либо собственность. Чем больше в вашей стране, в вашей социокультуре, чем большую роль, чем больше влез имеет собственность, тем меньшую роль и меньше влез здесь имеет публичная власть. И наоборот. То есть вот если в России, например, современной России, власть решает там очень много, то это значит, что собственность как институт имеет малый вес, малое значение, мало чего зависит от этой самой собственности. И так далее. Итак, значит, я подчеркиваю вот это самое обстоятельство. Собственность предполагает, что во-первых, человек сам свободно владеет, пользуется, распоряжается, во-вторых, люди такие создают публично-властные инстанции для того, чтобы защищать, обеспечивать эту свою свободу владения, пользования, распоряжения принадлежащим им имуществом. Что функция власти, публичная власть в такой социокультуре это в общем и целом пресечение, подавление агрессивного насилия, в частности, пресечение, подавление посягательств, на свободу владения, пользования распоряжения принадлежащим имуществам. А какая может быть еще функция власти в такой социокультурной ситуации? Еще для чего-нибудь нужны властные инстанции? Судесятих плюс двух не было. Но это и есть пресечение подавления. А еще? Для чего еще нужна власть? Лично властные инстанции в правовой ситуации, в правовой социокультуре. А придут дикие люди с севера и все у тебя съедят. И даже и спрятаться не успеешь, тебя тоже съедят. Вот, значит, безопасность еще. Еще безопасность. Про собственность. У вас никаких вопросов нет? Вам понятно? Вот еще могу что добавить. Вот смотри. Представьте себе, что когда-то исторически это все развивается, меняется. Значит, когда-то возникает это социокультура, в которой нормально, что ресурсы жизнедеятельности представят. Вот это словосочетание ресурса жизнедеятельности не вызывает никаких помнений, что это такое, что-то непонятное, может, нет? Сомнение вызывает основания. Какие основания? Кто и как прислает. Почему? Основания, кто и как прислает. Человек может... Это совсем другое. Я бы не понравился. Это совсем другое. Так. Вот что такое ресурсы жизнедеятельности? Вещи, которые... Которые наши потребности удовлетворяют. Ну, я на чем-то состою, хотя только люди же... Если бы я хотел, чтобы человек летал, он бы что? Крылья ему присорвал. Правильно, он бы дал ему крылья. Не дал крылья, значит, человек живет на земле. У вас. Значит, рано или поздно землю начинают делить как основной веке, это главный ресурс уже недеятельностей. Без этого никак нельзя. Не говоря уже о какой-то там трудовой деятельности в производственной деятельности. Обратите внимание, что у всех народов, во всех культурах, их правовой, их подпустарный, считается неэффективным, если люди присваивают то, что они производят сами, своим трудом. Во всех культурах. Вот мы вечно возникают такого вопроса. Понимаете? Не понятно, что я сейчас сказал? А вот дальше начинаются вопросы, которые сейчас был озвучен. Ну, это-то понятно. Так вот, я об этом и хотел сказать сейчас. Алина. Вот если у вас возникает эта социокультура, в которой признаются люди, признают вам сам принадлежность, то, что люди сами распоряжаются продуктами своих деятелей, признаются, если это складывает, получается такой инструктор, то пройдет какое-то время и в результате обменов, дарений, завещаний, упрепродажи и так далее и тому подобное у вас все ресурсы жизнедеятельности, почти все, они же конечно, они ограничены в пределах этой культуры окажутся в частной собственности. Ну и что-то будет выделено неприсвояемое. Я не ответил на вопрос? Не висходит понятие как генераль сейчас это очень просто. Вот это вопрос уже следующей темы, вопрос происхождения исторического происхождения прав. Сейчас моя задача лишь объяснить, что право, правительство, свободе и собственность это одно и то же. Я объяснил или вы говорите нет, пока. Вот отдельная тема еще может быть кто-нибудь что-то спросить по собственности желаю. государство в такой правовой культуре, где признается самоприятнодлежность, собственность, создается публичная власть, да? То есть получается полно говоря собственность сама создает конкурирующий институт. Разве нет? Да. И вообще весь мир, в котором мы живем, он состоит из противоречия. Не было бы противоречия, не было бы развития. Ну и более того, вот в человеке в отдельном это заложено, в природе человека просто одно может там давлеть, но другим кажется, что он такое. На самом деле в человеке все есть там и то, и другое. Или вот еще можно что сказать, что вот это вопрос о том, что еще безопасность сюда входит. Ой, сейчас просто два слова, потом поздравляем. А именно, если социокультура складывается в благоприятной среде, тогда велика вероятность, что там будет складываться именно собственность, присвоение, самопринадлежность и так далее. Наоборот, если культура складывается во враждебной среде, то стопроцентная вероятность, что там они не будут развиваться. Потому что в той мере, в которой они будут развиваться, эта культура будет слабее, чем другие, которые по определению, как я сказал, враждебны и желают ее уничтожить. Поэтому, если посмотреть исторически, первоначально социокультура возникает только потестарного типа. Непонятно? Понятно. Дальше. Про собственность. Ничего не хотят сказать. Нам? Спасибо. Кто-то хочет спросить. А, нет, кто-то тебя скачет. Так, кто-то хочет что-то? Да. Если право и собственность выручить, по сути, агнолитарное тоже. Прочитаем, что право собственность. Принцип права как-то просто собственность использования в норме как институт, но да, собственность как не будет. Если я буду рисовать сейчас структуру права, давайте еще сразу структуру права. Забраво. Ну вот, это принцип права. которого и такая свобода договора. Следовательно, договоры. А дальше у нас идут так называемые позитивные нормы. Позитивные нормы. А дальше у нас идет то, что называется публичным правом. Это, во-первых, нормы о юридической ответственности, материальные нормы юридической ответственности. Во-вторых, это процессуальное право, правило, по которому разрешаются споры о праве. А у права есть такое даже качество, свойство его, оно называется юстициабельность. Это значит, что никакие правовые решения не могут приниматься в одностороннем порядке. И, наконец, для того, чтобы все это действовало, работало, нужно государственное право, административно-государственное право, которое определяет порядок формирования и осуществления, организацию и осуществление публичной власти. То есть, есть частное право, договоры и нормы этого частного права, правила частного права, которые нужны, поскольку договоры несовершенны. Все знают, что такое диспозитивные и императивные нормы. Да, наверное, все знают, может, кто-то не знает. Нет? Вот если свобода договора, тогда нормы это частного или гражданского права, они какие? Диспозитивные или императивные? Они диспозитивные. Это в основном диспозитивные нормы. Однако помимо этого частного права есть еще кое-что, сейчас не буду объяснять, то есть позитивные нормы, там еще кое-что входит помимо диспозитивных норм частного права. Вот здесь вопрос о том, как относят между собой право и собственность. Но право – это прежде всего собственность. Как право, как институт – это прежде всего собственность. Вот для защиты собственности и человечества ничего другого пока не придумало, нужны публично-властные институты. Это так называемое правовое государство. Вот его, значит, структура этого самого правового государства. Это то, что предусмотрено государственным правом, нормами юридической ответственности, делительным правом, конкретным правом И процессуальным правом. Значит, право делится на частное и публичное. И таким образом получается, что... В вопросе это было заявлено, что необходимость защиты собственности порождает ее собственность антагонистам государства. Ну, вообще-то я немножко набрал, когда сказал, что история не продемонстрировала другого способа защиты, свободы, собственности и так далее, как точно называется государство. А и вот первоначально, когда складывается эта культура правового типа, никакого государства в современном смысле в нашем представлении не существует. То есть какая-то римская античность складывается как правовая социокультура тогда, когда... Я сейчас взбиваюсь на тему происхождения права. Можно покороче, я не сниму. Сейчас я соображу, что вам можете сейчас сказать. Это будет достаточно... Ну, хорошо. Бенджамину Франклину принадлежит такой афоризм. Я его немножко изменю. Смысл от этого, наоборот, не получается. Я лучше выражу смысл на современном языке, как говорил тогда Франклину, я скажу так. Яков Франклину приписываю такие слова. Право – это договор между одинаково хорошо вооруженными джентльмами. Когда есть только одинаково хорошо вооруженные джентльмены, вот тогда между ними и складывается собственность, признание взаимопринадлежности и так далее и тому подобное. И никакого государства, которое это все гарантирует, охраняет, не нужно. Потом оказывается, исторически всегда так получается, что этим джентльменам надоедает самим, или уже потомкам надоедает самим защищать себя, собственность и так далее. Они предпочитают нанимать кого-то, кто будет вместо них. Вот эти наемники постепенно трансформируются в силу, которая встает над этими джентльменами и начинает ими управлять, и претендует на роль хозяина. Но на этом заканчивается история той конкретной правовой культуры. Она гибнет, и на ее месте начинается, возможно, все сначала. Вот так было в греко-римской античности. Развивалась эта культура как правовая. Потом там образовалась государственность, которая стала эволюционировать явно в сторону деспотизма, в сторону силового начала. Тогда эта культура началась государственное регулирование, государственный интервенционер, тогда эта культура погибла. На ее месте, на месте греко-римской античности, германцы создали уже новую культуру, и которая уже в более развитом виде проделала ту же самую эволюцию, которая проделала греко-римская античность. Просто поскольку это нам ближе уже, и поскольку это в развитой форме, мы можем это уже дифференцировать, это уже не так синкретично, и мы говорим. А вот там целых три типа. Сначала феодализм, потом капитализм, потом социалистм. То же самое можно обнаружить, те же самые три этапа для берега римской античности. Как я уже сказал, не было бы противоречий, не было бы противоположностей, не было бы развития. Потому что сначала люди способны сами защищать те права, которые они объявляют и признают друг за другом, потом они предпочитают, чтобы кто-то это делал за них. Потом те, кого они нанимают, превращаются уже в силу, которая по-своему организует, что это сообщество, культура гибнет. Значит, один раз это было проделано, второй раз проделана вот эта современная западная культура, она гибнет. То есть последний оплот этой культуры Соединённые Штаты Америки, он сейчас демонстрирует феномен Обамы. А этот дальше уже делал некуда. Дальше только уже опять этот Франк Генделанов. То есть это уже конец. Эта культура себя исчерпала. Будет что-то другое. Всё? По собственности нет вопросов? Владимир Александрович, он не ответил на вопрос. Вы спросили, по собственности права, по-вашему, это равные логическим значениям. А как тогда выяснить такие термы, как право-собственность? Это очень конецкий термин. В целом нет. Право как совокупность норм, а принцип права. Принцип права предполагает собственность. Собственность и право в сущности – это одно и то же. А вот если мы посмотрим на право как конститут, мы увидим, что предполагается, что ещё будет что-то такое, что собственность защищает. Оно должно быть учрено тому же принципу. То есть принцип тот же самый, но это уже не про собственность будет идти. А правовое – это называется правовое государство. То есть право частное, право публичное. Я подчёркиваю, что право как некий феномен и собственность не совпадают полностью. Собственность – это только часть права. Она вытекает логически с необходимостью самого принципа. Право, то есть принципа самодельнотвежности, равенства с свободами – это аффективное наследие. А как это не ответил? Ну если что, то туда нет. Аналогичность и тумберение самоцельства. Разновидность грабежа, как правило, однако, вот если мы себе представим опять такую ситуацию, здесь выяснится это всё. И исторически можно проследить, как было. Это можно логически, как сегодня делают, кому делать нечего, кроме как выдумывать всякие утопии про то, как будет в некоем правовом государстве. Тоже логически это можно. А именно, не обязательно налоги платить так, как это всё существует в современном западном сталкаритаризме, не говоря уже вот здесь. То есть, возможно, и такая ситуация, что люди добровольно скидываются на то, что им нужно. А разве мы ещё в прошлый раз не обсуждали подобную ситуацию? Вот по смыслу собственности. Что такое собственность, вам понятно. Отлично. Вот дальше я уже упомянул безопасность. Вот это классическая триагна. Самопринадвежность, собственность и безопасность. Её первым сформулировал ещё Джон Локк. Правда, по-другому он это кое-что там называл, там у него, допустим, жизнь или ещё что-то, может быть. Но все авторы, которые задаются логикой феномена свободы, они указывают на необходимость трёх компонентов социального взаимодействия, без которых свободы быть не может. Я это называю минимум-миниморум правовой свободы. Сюда входят самопринадвежность, собственность и безопасность. Безопасность для того, чтобы люди могли бы сами с собой распрячаться, чтобы были свободны взаимодействия, не управляемый феном и так далее. Вот для этого нужны как минимум три компонента. Без них вот никак нельзя. Но самое первое. Люди должны признавать самопринадвежность друг другу. Это понятно? Самопиологическое условие. Потому что, как я уже говорил неоднократно, все люди в этом аспекте делятся на две части. Помимо тех, которые, соответственно, меньшинство человечества, которые признают самопринадвежность других, большинство-то, это те, кто, во-первых, говорит, ну какая самопринадвежность? Ну что вы, вот, известно, кто и я ему принадлежу. Вот, и это архетип, который у Лотмана, в известной вам статье, прекрасно описан. Вручение себя. Вручение себя высшей силе. Поэтому это потестарная культура. Ну и, соответственно, оборотная сторона этого явления. То есть, если есть те, кто вручает себя силе, есть те, кто и воплощает эту силу. Есть те, которые, сталкиваясь там с другим человеком, которые рассуждают о какой-то самопринадвежности, прежде всего интересуются у него, ты чьих будешь? Кто зачем? Чей халоп, спрашиваю? То есть, если такие люди, вот типа Владимира Владимировича Путина, с точки зрения, которые все остальные кому-то принадлежат. Вот он сам встал над этой массой, халопа, полуё, видит, что они себя представляют, и становится ему противно. И говорит он после смерти кого-то, Ганде или кого-то, очень поговорить-то не с кем. Это шхолуи одни. Врать, мерзость. А я у них президентом должен быть. Вот жизнь собачья. Ну и его последователь нынешний президент, он уже в своё время опубликовал статью даже, в которой он говорил о том, что вот россияне должны стать какими-то, они там конкретно какими, или там Россия должна стать стороной умных, работящих, и ещё каких-то очень хороших людей. Предлагает, что сейчас россияне глупые, бездельненькие. То есть он в стране дураков, президент в стране дураков. Кому хочется быть президентом в стране дураков? А в других местах уже всё схвачено, ничего не горит. Итак, первое слово понятно. Может быть, это, как я говорил, о фактах. Я не говорю, что должно быть так, для того, чтобы и так далее. Нет, я просто могу объяснять, что если у вас нет факта вот этого, что люди признают самопринадлежность, значит, всё уже здесь никакой свободный быть. Второе необходимое условие, оно здесь же должно быть собственность. Потому что, как это может быть самопринадлежность, если такой порядок, что ресурсы в жизнедеятельности не присваиваются? А как же тогда люди пользуются? Как люди тогда используют ресурсы жизнедеятельности, если они присваиваются? Ну, очень просто. Существуют властные институты, институты власти, которая управляет всеми социальными взаимодействиями, а прежде всего производством, накоплением, распределением и перераспределением этих самих ресурсов жизнедеятельности. Человек может сам собой распоряжаться только в том случае, ведь и в той мере, в которой у него есть принадлежащие ему собственные ресурсы жизнедеятельности. А в таком социуме где исключается присвоение ресурсов жизнедеятельности в таком социуме, следующее не может быть и самопринадлежность, и не может быть и свободы. Ну, так, чтобы совсем исключено было бы присвоение такого, в общем-то, и, наверное, не бывает. Вот даже в СССР, когда строили коммунизм, но все равно использовалось такое понятие личная потребительская собственность, то есть какое-то присвоение тебя перепускал. Теперь еще вот такой вопрос, вот как раз к тому, к чему я нарисовал эту картину, а вы у меня потом ответили, и свои вопросы. Присвоение есть везде, говорят так, присвоение есть везде. Ну, дальше, что называть собственность? Я согласен, что присвоение такое-то бывает всегда, так или иначе. Вот давайте, обращаю ваше внимание, что я буду называть, и прошу вас это делать, собственностью, такое присвоение, которое сложилось все-таки на Западе, в смысле присвоения, я собственно называю присвоение в смысле западной культуры. То есть когда оно легитимно, когда оно нормально, и когда создаются публично-выбанские инстанции, обеспечивающие такое присвоение, когда открыто говорится, что собственность священная неприкосновенна, задача государства обеспечивать собственника и так далее, защищать его от поседательства. Наоборот, вот в этой культуре тут тоже есть что-то, какое-то присвоение, но здесь легально бывает только какое-то условное владение, условное держание. То есть здесь нет собственности в смысле западной культуры. и поэтому тут все по-другому. Итак, значит, есть два необходимых элемента уже признания самопринадлежности людей, дальше собственность, потому что если нелефитивно и незаконно присвоение, тогда и не будет и самопринадлежности. И, наконец, третье, как я уже говорил, безопасность. Безопасность – это тот элемент, который, в общем-то, нужен, он необходим в любом каком-то коллективе, в какой-то группе, в большом, в небольшом обществе, в любой культуре и так далее. То есть неважно, какого типа социал-культура, правового или государственного, любое сообщество там, как некая социальная система, существует постольку, поскольку обеспечивается безопасность. Но вот обеспечивается, правда, она может по-разному. И разное представление о безопасности в культурах правового и по-тосторонного типа. С точки зрения социокультуры по-тосторонного типа, людей, которые действуют в этой по-тосторонной парадигме, с их точки зрения возможно, что безопасность обеспечивается даже тогда, когда социальная система теряет, может быть большую часть людей ее составляющей. Потому что самое главное, что теория парадигма, система как целостность сохранилась. Вот это и хорошо. А то, что погибло большая часть населения, это не страшно. Там вот бабнух наружают. А вот система есть, это самое главное. Это по типу муравейника. Муравейник тоже не страшно. Самое главное, что вот та, которая, как у них это вот называют, макка, солица, макка, она вот сохранилась и дальше и яйца кладет. Любой муравейник, или пожалуйста, у пчел так принято труднее, выполняют летом какую-то функцию, а потом, зимой они же только жрать будут. А устроено все мудрое, поэтому труднее сами кушать не могут, рабочие пчелы их кормят. Если рабочие пчелы перестанут кормить труднее, то труднее ослабеют. И уже тогда любая рабочая пчела справится с труднее. Поэтому, когда солнышко все ниже, 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 по температуре, пчелы это определяют, рабочие пчелы в какой-то момент перестают кормить труднее, а через несколько дней они их вымытывают и скваживают на солнышке. И так далее. То есть, отдельные особи таких системах, системах такого типа, не значат ничего. И безопасность в системах потестарного типа не означает, что это безопасность прежде всего людей, образующих эту систему. Нет, это то, что называется на языке Путина и компании государственная безопасность, государственные интересы и так далее. Наоборот, с точки зрения этой парадегии, которая выражена в пункте правового безопасности, безопасность прежде всего людей, которые образуют, а никакого правительства. Государственная безопасность и безопасность людей. И никакого интереса, кроме реальных интересов, которые есть у людей, не существует никакого государственного, никаких соображений государственной безопасности и отличных интересов частных людей не существует и так далее. То есть, эта система сама себя защищать не может. Свои принципы, которые могут противоречить интересам людей и из-за же старую систему технологии систему которая защищает себя несмотря на интерес составляющих людей а защищать себя то что она обеспечивает свой воспроизводство и то что я вам говорю это рассказывается в рамках так называемого методического индивидуализма дурацкая совершенно налоги ты просто есть научные методологии научные с точки зрения не научные методологии помимо людей существует еще системы и так далее точки зрения научными это на языке людей которые в бога верят они считают что есть целостность она первична а человечки только так как-то в нее могут быть включены исключить человечка то он погибнет это только с точки зрения вот этой ментальности этого менталитета системы существуют сами те системы это значит определенным образом связан или вот они могут связаны таким образом что вот вот здесь вот они связаны могут быть таким образом что здесь люди убеждены что несмотря то что гибнет значительных часть сохраняется тем не менее ничто над человеческое не человеческое внеположное человека люди которые образуют вот эта система они думают исключительно так что если гибнут люди образующих эту систему то гибнет и сама система вот и все потому что ничего вне человечества внеположного человека называемым соцсов качества не существует мы сейчас не дискутируем на эту тему вы пришли первый раз поэтому у нас может быть очень много вопросов прошу вас в перерыве или как-нибудь отдельно вот это вопрос был полезный всем я все было неплохо напомнить никаких социальных систем самих по себе как целостности первичных не существует так про безопасность я говорю а именно ну точнее говорю про три а тут есть у нас у нас славина если не свобода значит есть три необходимы составляющие которые должны наличие вот там дальше будет подробнее смотреть оказывается что может быть этого и мало того что я называю сам принадлежность собственность и безопасность но без них уж точно никакой свободы какого права не если образуется какая-то социо-культура какое-то социо-культурное сообщество в котором люди признают сам принадлежность друг друга устанавливаются у них обмены как у собственников у них там действует правосудие который разрешает там споры о правах между этими собственниками соблюдаются как правило в основном соблюдаются договоры но они же существуют это культурное сообщество существует же не в каком-то безвоздушном пространстве она существует в какой-то социальной природной среде нас прежде всего интересует природная среда не природная социо-культурная среда вот если вспомнить собственно историю древней греции который по школе то вы все хорошо знаете правильно по школе то вы же помните что грекам все время приходилось кем-то воевать особенно с персами вот с востока на них все персты пер значит для того чтобы это социо-культурное сообщество полисное объединение полисов выживала бы им нужно было обеспечивать безопасность от внешней угрозы от внешнего врага ну а за этого значит что нужно государства нет не обязательно отличность показывает что достаточно что того что называется соединение в одном лице функции крестьянина и воина первоначально исторически безопасно обеспечивает либо государством диспатическим но это безопасно той группы прежде всего который управляет всеми остальными либо обеспечивается такой ситуации когда функции крестьянина и воина совпадают вообще-то важнейший паттер происхождения права соединение функции крестьянина и воина вот он это так такое совпадение она достигнута исторически было только в одном месте в одесаме древеской античности поэтому вот это называется еще так античная аномалия античная аномалия здесь и посмотреть собственно римскую культуру которых правоотношения поднялась подальше чем грецкая культура вот здесь в этом контексте а потом вопрос который сейчас говорил нужно помнить что твой реформы мария кто не помнит что твой реформы мария отлично значит расскажешь о реформы мария вот где-то до середины первого века до рождества крестово римские граждане имели почетную обязанность защищать свое отечество и они реально составляли это самое вооруженные силы разумеет почетная обязанность вот чем больше успехов они добивались они знали что они защищают они были квалифицированы воинами высоко квалифицированы даже воин но чем больших успехов они добивались чем больше обеспечить гагибаус там профаген это против мочили сортирует и так далее чем больше не эффективность показывала такая система когда войны это добровольцы крестьяне или добровольцы граждане рима экономически неэффективно потому что легионы теперь оторванный от самой италии не говоря уже от рима в военном отношении она становится более эффективной потому что постепенно стараются аптек упадок нравов происходит упадок нравов значит кому в голову не могло прийти что я уклоняюсь откровенно это позор страшный грех там и так далее а теперь уже стали подумывать а как бы уклониться а неплохо бы может быть откупиться и так далее вот реформа адреса заключалась прежде всего в том что он заменил вот это вот добровольно набираемое войско он заменил войско наемным постоянным профессиональным сразу получился резкий скачок в военном отношении был завоеван дальше весь мир уже как они говорили вот но одновременно появился тот самый государственный аппарат который нужно содержать на налоги и началось дальше уже как снежный омска то есть до тех пор такая когда возникает социокультура правового типа собственностью и так далее когда соединены в одном лице функции пресельная война как только они разъединяются возникает специальный аппарат вот так начинается тенденция к патестарман институтам и господизму и так далее к чему я вам говорю для того чтобы обеспечить безопасность есть две возможности либо вы сами обеспечиваете свою безопасность либо вы кого-то нанимаете об обеспечивании вашу безопасность вот пока вы сами обеспечиваете вашу безопасность у вас будет все в порядке когда вы кого-то нанимаете чтобы обеспечить вашу безопасность вот дальше уже возможны варианты а именно либо сразу же вы почувствуете что вы чего-то потеряли либо потом но рано или поздно вы это почувствуете вот тому же самому франклину принадлежат еще другие слова народ готовый променять свободу народ готовый променять хоть малую народ готовый променять хоть калику свободы на безопасность не достоин ни свободы ни безопасности кто-то когда-нибудь видел 100 долларов бедные студенты бедные студенты бедные студенты я не говорю что у вас нет 100 долларов даже дивизия как-то мы с вами говорили в гости где есть где есть 10 долларов это я к тому что вот в том кругу в котором я общался общаюсь там вот самый распространенный купюр это 100 долларов а кто на 100 долларов изображен беджимин франклин изображен понимаете это какой достойный человек это тот самый кого на 100 долларов поместили и какой-нибудь так дурацкий президент это президента никогда не было вот какой человек достойный это который сам 100 долларов а это ну и все аполитмы кому прибежат беджимину франклину а не кому-нибудь там еще вот ну он же и выдающийся ученый сейчас если Events вот это вот вы зафиксируете upload депримерно очень много оказывается что народ готовый применять хоть Tuliko свободы на безопасность реальноит современные языки это актуально на социальную защищенность народ готовый применять свободу на социальное защищенность не достойный ни свободы и защищённость залогой либо безопасности ну франкл этот 250 лет назад Казак сказал или там написал, тогда другой социальный контекст был, а именно такой, что, наверное, нужно подступиться нашими правами, чтобы обеспечить безопасность от внешней и внутренней угрозы. Пусть у правительства, у полиции и так далее будет больше полномочий, пусть они эффективно выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности. На это Франкл говорит, вот дайте им это, отдайте, а то время у вас будет меньше свободы. Только пока вы свободные, вот вы можете решать, кому что дадите, кому не дадите. А вот когда вы им отдадите это, они уже будут решать за вас, что вам полезно, что вредно, какие налоги вы будете платить и прочее, прочее, прочее. То есть если народ еще не дорос до осознания того, что безопасность это такая штука, которая самому нужна тебе обеспечить, что никто другой тебе не будет обеспечивать безопасность. Даже если ты его нанимаешь, ты все равно должен им руководить. Тогда он будет твою безопасность обеспечивать, ты должен его контролировать. Тогда он твою безопасность будет обеспечивать, а в противном случае он будет что угодно. А если ты его и контролировать не можешь, тогда не жди, что он будет обеспечивать твою безопасность. Поэтому везде в западных дискурсах всегда такая проблема присутствует. О масштабах, в размерах государства, или там о демократии, о ее эффективности, о федерализме, о способе территориальной децентрализации, как вот в этом способе, когда можно властных акторов приблизить к тому населению, перед которым они формально ответственны, несут политическую ответственность, которые могли бы их эффективно контролировать, но реально их не контролируют, потому что слишком далеко, а не где-то там в центре. Вот это я вот, к чему говорю, о безопасности, что вот такая есть закономерность историческая. Одно дело, скажем, некий джентльмен, он нанимает себе телохранителя, которому он реально платит. И тогда в этом случае он им и управляет, он его и контролирует, и в любой момент он его выгонит и возьмет себе другого. Но и тут есть опасность, что этот телохранитель возьмет и его пристрелит в денежки при корме. Вот. А теперь представьте, какую ситуацию, что вот этот вот телохранитель, вот это, скажем, президент или какая-нибудь политическая партия, ее там, лидеры, реальные политические функционеры, политические акторы, а все граждане страны – это тот самый номинальный хозяин, который нанимает телохранителя, чтобы обеспечить. Что-то фигня, как вы рассказываете. В реальности это все наоборот. Существует политический управляющий класс, хотя называется он формально, что это слуги народа, что они должны действовать в интересах населения, а не в своих частных интересах. Вот. Значит, свобода существует только тогда, когда есть третьи составляющие, они необходимы. Вот все существующие реалии социокультуры демонстрируют, что за безопасность люди предпочитают платить гарантиями своей самопринадлежности, гарантиями своей собственности. Ну и пока, в общем-то, свободно исторически в ее наиболее развитой форме. Это вот то, что было при капитализме, но я бы не сказал, что оно соответствовало, во всем соответствовало самой логике свободы. То есть, да, ну и лучшим образом логика права проявилась вот здесь, вот здесь стало уже логикой права. Вот. Но и здесь это далеко не максимум, потому что историческое развитие, оно как-то дальше вообще пойдет. Что-то еще будет в смысле свободы. Вот сейчас я хотел бы остановиться на этом, потому что я логически закончил то, что я хотел уже рассказать. Здесь логические границы наступают, а ты что-то как-то спроси. Я вот хотел спросить, вот по-вашему правовые социокультура, они как бы свободны, да, являются? Вот этот антический капитализм, где мы там увидим самопринадлежность? Если, допустим, в США, да, сведено в XIX веке, это будет с самопринадлежность, античность тоже туда. Ты же был на первом занятии? Нет. То есть только в отношении есть некоторых... Ну, это опять я просто напомню всем, что, когда мы говорим о людях, о людях, надо помнить, что человеками вообще с разных точек зрения могут считаться разные существа. Значит, тоже надо определить, кого мы считаем. В смысле греко-римской античности там все делились на достойных человеков, настоящих, полноценных человеков и варваров, проживающих камчетов. С точки зрения белых американцев, о которых я говорю, все люди делятся на собственных людей, это европейцы, и человекообразных. Вот, например, есть человекообразные обезьяны, есть еще нега, это еще круче, чем обезьян. Только и панандаш, она успокоилась. Так что я уже только что сказал, что далеко не все, что в этом капитализме реально исторически проявилось, соответствует логике права. Я говорю, что это высшая историческая ступень проявления принципа права, но это не значит, что логически все исчерпано. Кто знает? Это может быть человечество уже скоро погибнет. Если я это знаю, с какими-то химерами, с этой точки зрения, меня упрекнуть было в том же, а что, как я понимаю, на улыбку? Какие предположения чего-то будущего? Я просто говорю о логике этого самого явления. А, вы можете меня возразить? Мы вот логика это логикой, а история показывает, что человеке это действующий человек, который эту логику воспринимает только на половине. А теперь, уважаемые дамы и господа, перерыв. Эта картинка, она очень ценная. Она в дидактическом смысле ценная. Вы должны ее знать, представлять. Все, что я вам рассказываю, полагает вот эту картинку социально-исторического или цивилизационно-исторического развития. Вас-то учили вообще немножко, не немножко, а существенно, наверное, по-другому, что... Всемирно-историческое развитие, оно такое вот линейно-поступательное. Все народы, как бегуны, на стадионе на ледовой дорожке, выстроились друг за друга и бегут на определенном расстоянии. Все в одном и том же направлении. Все вот так вот бегут. В действительности не так. Разные народы создают разные цивилизации, и эти цивилизации, если как-то систематизировать, типологизировать, получается вот такая вот черня. Значит, что такое типологизация? Типологизация – это деление некого... Типологизация – это деление на нечеткие множества, в отличие от классификации. Поэтому, значит, я вот неким принципом, руководствуясь, выделяю проявления этого принципа, и получается, что у меня всего 8 проявлений этого принципа в сочетании с чем-то противоположным. Поэтому, если задаваться, например, таким вопросом, а вот конкретная такая-то социокультура, она к какому типу относится? Я не классифицировал все известные социокультуры, там-то конкретные цивилизации, а я выделил определенные сочетания правового и протестарного принципа. Вот они у меня такие получились. Это называется типологизация. Значит, я просто прошу всех у себя как-то это воспроизвести. И помните, что историческое развитие происходит не так, как это в марксистско-постмарксистских учебниках пишут, а вот это по-другому. Я вам предлагаю такую картину. Кстати, исторический прогресс право, смотрите, как происходит. Вот не линейно вот так прогресс этот идет, а сначала доминирование правовых конститутов, а потом переход в ситуацию, где действия правовых конститутов начинает ограничиваться, и все больше и больше ограничиваются потестарными. То есть это движение в сторону от права, в сторону противоположного, потестарного начала. Потом переход на новый уровень развития права, то есть опять преимущественно правовая цивилизационная ситуация, то есть это движение от потестарного в сторону правового начала. Вот здесь нет движения к большему праву. Вот здесь только движение к большему праву, соответственно здесь подавление потестарного начала а потом опять потестарное начало начинает подавлять правовое движение вот вправо в сторону потестарного начала если такая схема верна может быть не верна принцип уверенно вот в данном контексте не работает кое-что вот тут а вот здесь вот она работает а по логике дальше пойдет развитие опять вот куда-то туда ну это все правильно потому что человечество самым начал существований монстры 2 эти взаимоисключающие конкурировать начало здесь называемые как правовое поплавное начало и они ни одно из них не может победить окончательно бесповоротные пока существует человек что они будут конкурировать будут меняться цивилизационные ситуации этого скорее всего мы с вами не увидим вот крах вот этого видите окончательно коммунизм номер 2 нет я просто я не хочу думать что я доживу до этого совсем не интересно становится на вас а то я как раз буду старенький совсем и тут вот это это проще стрелить так вот этот комментарий а дальше уважаемые дамы и господа вот это не есть какие-то поляны а это не забор между полях это реальность социокультуры которые делают люди по-другому можно ваш вопрос был поставить так что вот если допустим какой народов всем русские сформировали культуру когда-то когда не формировались как социокультурное сообщество это как социокультурное сообщество вот эту их получил социокультура потестарного типа означает ли это что у русских всегда независимо от того какие будут происходить изменения не все равно будет социокультура потестарного типа не что-то русские по всей истории я говорю что вы говорите я правильно отвечаю да заключается в том что ну что не может ли да у него тут и русские изменить свою социокультуру так стал право или вот этот забор так очень высокий через него не перепрыгнуть вот этот забор иначе называется институциональные ловушки или это в культурологии принят такой термин такой понятий культурное ядро и культурный код в любой культуре есть свой социокультурный код и вот пока вы не уничтожите этот культурный код вот у вас ваш этот этнос как социокультурное сообщество не станет социокультурным сообществом другого типа но уважаемые должны что значит уничтожить культурный код это значит уничтожить культуру как таковую русская система так водить такой термин русская система для российская социокультура которая приму что пока она сохраняется как русская российская а может быть совершенно какая-то другая куда я такой умный взялся и откуда значит взялась какая великолепная аудитория уважаемые дамы и господа и в первый раз я говорил об этом любая конкретная социокультура содержит в себе субкультуры и того и другого типа просто одна из них как правило или один типов как правило доминирующий он образует так называемое культурное ядро вот у русских сложилось так сожалению культурное ядро чисто патестальная так называемая русская система читайте пивоварева и курсова у них так называемая русская система все остальные субкультуры которые ядром культурным конфронтируют они маргинальные и они этим культурным ядром всегда жестко подавляли подавлялись вот теперь ресурсы жесткого кровавого подавления уже исчерпаны поэтому теперь так делает эта система любая социальная система представьте на живет какой самостоятельный жильцам не предстоит что она защищается еще как она защищается в русской систем очень просто на открыл все ворота и вот так пожалуйста кому не нравится уезжаешь оттуда в петербурге края первым нравится пожалуйста вот ну и действительно а там ну как минимум половина тех кто не согласен жить по правилам патестальной культуры они просто за последние 20 лет и там 20 лишним лет они были них ходить всего на все почему кто-то еще не выехал это другой вопрос то есть по сути что мы-то просто лень кто-то еще на что-то надеяться возраста чтобы перейти на правой на правой а нельзя перейти на работы себя просто взятие никто не знает современная наука принять это не мои какие-то домыслы я базируюсь на определенной научной базе которая вот считается ну как видите как таблицу умножения в частности такие вещи как персональные ловушки частности квертый эффект чтобы кверт если вы посмотрите на клавиатуру вашу вы увидите за первые шесть букв из левого и верхнего угла ставятся как квертый эффект это просто название такой раскладки клавиатуры когда-то знаете что раньше печатали был такое множительное устройство пишущие машинка печатали на пишущих машин что-нибудь может быть видел из вас такие они электрические то надо с какой-то силой бить прыгать и бить по бумажке а там по ленте лента испачкана какой-то краской попадается бумажку и пропечатывается буква такие вот вещи были вот это когда-то там сто с лишним лет назад когда изобрели эти пишущие машинки вот такую изобретатель это фирма которая распространяла она и такую сделала раскладку клавиатуры неважно рационально это эргономичный или нет а важно вот что что распространилась устоялось многие фирмы это выпускает все до профессиональный мужчин из-то она печатает слепую она не смотрит на что в ее пальцы работают сами и мышечная память работает находит только пальцы нажимают на нужные буквы сами понятно что у вас у всех тоже работает мышечная память разве когда вы с таким не сталкивались когда вступаете на стоящий эскалатор в метро не движущийся а стоящий метро эскалатор что с вами происходит вперед вот вас куда-то вдруг швыряет толкает правильно почему так нужно работать сами по себе мышечная память вот точно так же значит у профессиональных мужчин и вот через там скажем 50 или там через 80 лет после того как внедрилась эта раскладку клавиатуры было доказано что она не эргономична что надо по-другому расположить буквы и это даст экономию в 20 процентов там чего-то однако несмотря на то что это куда более рационально это все прочитано показано насколько это рационально не произошел перевод на другую клавиатуру этот вопрос а значит вот если скажем показывает потестарные культуры что-то допустим экономические как-то там иначе можно это заказать просчитать цифрами вот в этом случае они верят вот цифрами доказать что надо переходить на другие рельсы надо от такого пути развития не будет этого по самой простой причине вы про кверте эффект уже поняли почему же не проект не перешли на другую раскладку клавиатуры устраивайте ну для этого нужно было бы вдруг кому-то производить начать производить эти машинки с другим с другой раскладкой клавиатуры кто-то в вас никто никто причем чем меньше на рынке было бы машины со старой раскладкой клавиатуры чем выше на них были бы цены очень хорошо заработали бы те кто сохранил старую раскладку клавиатуры и все дураки которые стали предлагать новый раскладку клавиатуры тут же проголели бы всего-навсего раз что в сср можно было бы может быть такую раскладку я дуру предписать по секую кита печати тем латинскими буквами хотя буквы будут источник от них состоять и так далее все что угодно можно предписать завтра всем ездится с веревками не ссср определял картину мирового развития вот как нельзя чисто из того что просто есть рациональное изображение перейти даже таких разных вещах как сказки про кверхи и текст вот больше на так же там даже гораздо больше обстоятельств привязывающие к этому нельзя перейти людям которые живут в одной социокультуре этим людям взять да изменить твою социокультурную противоположную вот даже екатерина великая в те времена у императора такого уровня какой она была куда больше ресурсов для управления очень быстро свернула все свои проекты потому что у него вообще с кем она имеет дело как муженька ее шарахнули так я это все стираю чтобы более наглядно изобразить следующий сейчас мы переходим к следующему вопросу в рамках понятия права это структура права это структуре еще небольшое пояснение относительно функции права я вам в самом начале когда писал что в институте говорит что функция описание функции объяснения функции это один из важнейших элементов институциональной теории с точки зрения институционализма любые институты складываются не просто так не случайно а потом зачем он может быть какой-то элемент случайности но закрепляется она как именно институт а не как какая случайность потому что она выполняет какую-то функцию институт это правило которые людям что-то дают в самом лучших чертах вот чем занимается позитивистка институциональная теория вот она говорит что институты дают определенность вот эта фигня это само собой это вот люди больше всего боятся хаоса а когда у них возникают правила они люди счастливы вот они придерживаются этих правил потому что хаоса это гораздо сложнее чем пугает путины точнее путинская пропаганда обитков чем пугает российское население а если не я то будет хаос вот это очень страшно кстати обратите внимание томас копс и джон локк это почти современники только локк жил и творил в основном вот в первой половине ну в середине 17 века в англии то есть когда что происходило а вот когда конфликты и революция казнь короля гражданская война диктатура кромбеля а джон локк на каких-то там 40 50 лет моложе уже творец конца 17 века начало 18 века небольшая между ними разница но вот томас копс руководствуясь всего лишь этой идеей что любой порядок лучше чем хаос он выдвигает свою версию общественного договора когда там пишут что а вот первоначально значит люди руководствовались собственными произволами каждый собственным произволом и была война всех против всех и когда наконец люди уже устали окончательно от этой бесплотной борьбы процесс который они могут уничтожить самая себя тогда они договорились что они отказываются от своих произволов в пользу социальной инстанции которые этими произволами меняют и это социальная инстанция великий левиабанк становятся над людьми и обеспечивает вместо хаоса порядок это может быть деспотические порядок там какой угодно порядок но порядок лучше даже деспотический лучше чем хаос и так далее проходит всего каких-то там 40 50 лет и локк пишет совсем другую историю тоже договорная теория которые пишут о том что люди изначально носители правовой свободы самопредодвижности собственности и так далее и первоначально они исторически могут регулировать свои отношения договорами но поскольку всегда найдутся те кто желал бы не выполнить договорные обещания обманут а также может быть и внешне какая-то угроза то люди приходят к выводу о том что необходимо создать социальную инстанцию которая не просто встанет над людьми а встанет для того чтобы обеспечивать эту самую свободу договора защищать свободу безопасность собственно вот между ними всего каких-то там 40 50 лет почему потому что год переживал самые страшные времена и ему явилась наверно как менделеева таблица его периодическая система так ему явилась вот это вот я все честно договора в виде тезиса лучше деспотия чем хаос а лоб уже современник так называемый славный достославная революции которая не столько была революции сколько было переворотом с целью ограничения государственной власти по мотивам как раз гарантии свободы и безопасности собственности вовсе говорит что допускать какой-нибудь порядок деспотический лог вот деспотический нам уже не нать нам пожалуйста такой порядок у нас теперь только такой порядок будет легитимный который будет обеспечивать собственность сам принадлежность права человека и так далее вот это может быть какие-то там 40 50 лет начиная с 91 года с конца 80-х годов россии произойдут такие собственно культурные изменения что это я там о чем вы спрашивали и не утверждаешь что я не пророк и нежели женщин и нет денег у нас россии уже поднял которая была мы с вами живем в той россии который у нас следовало нами от потестарной империи она в таком виде дальше она будет трансформироваться туда в правовом направлении она существует не может она будет разваливаться отдельные куски будут воспроизводить культуры либо правового старого система будет потеста на отбрасывать сбрасывать свои какие-то куски территории от ящерица отбрасывает хвост для того чтобы сохранить не перебор но тут проблем заключается в том что если дальше москва это поставленный центр не так как москва живет за счет природных ресурсов которые вовсе не в москве правильно вот начнет развалиться социал культуры россии как единое образование такое существование как сейчас она уже точно дачи продолжим быть не может потому что москве где живет лучшая часть населения правильно вы как из этих нуждения на свет мы сомнитель просто лучше но мы и не имею ввиду нам думать с вами узнаешь а вот они начали я не произошли а мы-то знаем откуда мы делись вот так что как мы жить-то будем на какие шуши кто-нибудь зарплату платить вам лекции читал мы тогда а у вас откуда возьмется что вы не хотите все хорошо будет который переживут все перемены у нас пугает 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 угрожать так уважаемые господа я говорю про функции любой институт выполняет какие-то функции для этого он дискла при этом нужно различать функции заявленный и действительный он тебя первый раз об этом говорил вот например о так называемого трудового права какая заявлено защита работника от кого от работодателя нет он сам набивается нет нет конечно не защита работника от работодателя а вот наверное какая-то другая все таки функция защита ну хорошо сзади государственное регулирование трудовое право государственное регулирование в пользу кого как заявлено работников в пользу работников правильно так заявлено вот а в действительности функция совсем не такая вас учат всегда в тех отраслевых дисциплинах которые вы изучаете вас всегда из 95 процентов случаев учат именно заявленных вас как правило обман как раз при социализме я вам говорил что социализм произвел семантическую революцию а именно изменил смысл слой на противоположный вот поэтому нужно всегда смотреть на институты которые в рождении социализма не с точки зрения того что про них заявляется социалистической а с точки зрения какой-то пяти же действительно функция вот оказывается что трудовое право она регулирует не в пользу работников а пользу того что то можно работодателей да вот уже позже нет но а что здесь в пользу государства в пользу самой регулирующей бюрократии этот сразу общий принцип запомните все институты государственного регулирования регулируют в пользу именно регулирующей бюрократии если кому-то там что-то по старшему принц принципу достается то это не меняет общую картину вот ввел понятия соответствующей относительно функции роберт мертон американский социолог но у него это называется функции явные и латент поэтому везде социологической литературе вы найдете именно такое слово употребление я это называю то что у них называется явные и латентные нет явные а заявленные и не просто там латентные может быть это вообще очевидно но не видно а она видно пожалуйста но не латентно а про него говорят почему так говорят да потому что она очевидно а называют этом на социалистическом языке называют это явление совсем не так как она называется на естественных языках так далее и вообще опять же у китайских мудрецов мы можем найти конкурсия пожалуйста такое зречение для того чтобы решить задачу сначала нужно назвать все вещи свои имена и когда они явились обратно во дворец воспитатель будет варить на вашу величество а она помните пожалуйста каких мы видели животных сегодня так как интересно вам очень понравится да мы видели собак правильно правильно только обычно их называют овцами не может перечить императора собаки если вам значит экзаменатор вы сдаете какой-то там экзамен и говорит это трудовое право она регулирует вовсе не в пользу как не в пользу работников нет пользу работников только обычные называют бюрократик кстати преподаватель в этот случай не пройдет потому что преподаватели трудового права они как раз и придержат к кругу этой самой бюрократии хотя бы этот вот они свой форм имеют от того что существует это трудовое право а у них задача их функция объясняет ответ на студентов что оно оказывается регулирует в пользу наемных работников а как сейчас оно регулирует в пользу государства там все написано проблемы теории права для особо одаренных стих нет там не может быть такой да там потому что особо одаренных но хотя бы общее присоединение соответствует так значит я у нас конкретно институт у нас не вообще какой-то институт у нас конкретный институт это институт который строится на принципе равенства в свободе или запрета агрессивного насилия я любой институт упорядочивает социальную жизнь создает статей и и любой институт чего-то дает людям вот что людям мне интересно что вы скажете что людям дает такой институт который я называю правом или такой тип института который я называю правовыми институтами ну это все института вот то что я называю правовыми что же оно такое дает то есть какова функция права да это мы определили что правовый принцип это возможность распоряжаться с собой я спрашиваю я не прошу вас какими-то синонимами меня меня снабдить насчет этого принципа права я прошу объяснить а зачем оно все людям нужно чего оно им дает чтобы взаимодействовать с другими людьми любые институты позволяют взаимодействовать другими людьми любые институты так или иначе дают какую безопасность интересует что именно правовое дает это институт который выполняет функцию для неких слабых нет правовое институты зачем они они мне кажется что наверное в пути старого права оно имеет одинаковую социальную ценность для разных групп или нет хорошо какие еще есть я не знаю какой правильный ответ меня интересует ваше мнение право создает власти право создает власти что мы считаем право я прошу все таки оставаться в рамках тех рассуждений в которых я нахожусь если у вас какие то другие интересы пожалуйста вот как вы думаете чего больше человеку хочется создавать благо или получать и потреблять благо в peur потреблять благо вот есть два способа потреблять благо два типа получения и потребляйте благо вот они выражены во том что я называю институты правового типа институты патестарного типа институты патестарного типа позволяют получать и потреблять благо всем у кого до этого достаточно силы правильно так а вот теперь по аналогии можно ответить на вопрос институты правового типа позволяет получать и потреблять благо кому кто производит право позволяет лучше удовлетворять свои потребности самым умные самые умные у них такие потребности которые остальные непонятно например вот миллион долларов за получить мне неинтересно другие проблемы с вашим миллионом потом не берешь это крабить могут наедут сразу же и так далее можно как-то еще дать на другие потребности вот поэтому еще потребность это такое на его собственные потребности так какие еще какие сила организацию запрещают значит за счет других удовлетворяя свои потребности а именно препятствует не пускают других не допускают к социальным лагерам которые полностью контролируют это институты патестарные институты любое государственное управление свободными взаимодействия это патестарные институты они всегда выполняют функцию в пользу тех кто регулирует кто управляет для легитимации этой функции при социализме идеология вот воспитывая вас чуть ли не в детского сада учить тому что оказывается в действительности эти все функции выполняются для вашего блага чтобы вам было хорошо ну например человек не пристегивается ремен безопасности за это платят штраф это для его блага же правильно налоги платят он все равно не будет пристегиваться этим неудобно но будет вечно платить штраф вот я говорю о правовых институтах институтов которых строится на запрете агрессивного насилия власть тут вы совсем ни при чем свободные взаимодействия это какие-то добровольные договорные взаимодействия ну конечно права позволяет управлять потребности вот всем в равной мере она позволяет формально всем разумею под позволяет играть потребности всем кого и собственно а у кого есть собственно вот только не говорите тем у кого есть для этого сила виталия как и старались тут есть раз собственность базируется на насилии просто на может теми кто умеет этот сыграл еще раз может теми кто умеет пользоваться правом а как это умеет ну как ну хорошо свобода договора свобода договора свободный рынок свободная конкуренция это все проявление права свободная конкуренция это первое проявление права свободы что значит свободная конкуренция прошу запомнить что свобода и запрет агрессивного насилия свободы в правовом смысле есть запрет агрессивного насилия я свободен делать все что угодно хочу но только до тех пор пока никому не трог а вот когда я уже на кого-то выхожу с кем-то сталкиваюсь тогда либо мы должны договориться а не удастся договориться а я буду продолжать в том направлении действовать это будет агрессивный насилий вот свобода вправе это сраная свобода все значит агрессивное насилие запрещено это что такое свободная конкуренция выливут вот собственно ответ на мой вопрос о функции права заключен в следующем рассуждении кто выигрывает в свободной конкуренции кто лучше работать здесь не равны свободе все равны свободе кто выбирает свободной конкуренции свободный запомните пожалуйста самую простую вот такую вещь вас конечно нигде не учили это понятно вас учили всегда противоположные и в том что свободным на свободном рынке вы выявили самые наглые самые бессовестные хищные капитализм это зло и так далее это все социалистическая пропаганда присутствующие кто-то на 90 процентов кто-то на 10 процентов среди 50 процентов это результат коммунистической и социалистической пропаганды я сам вот такой вот стал ну лет редак 10 назад а до этого я долго как человек объяснил выдавливал из себя раба выдавливал выдавливал додавил до тыничного состояния и те кто изучал криминалистик помнят же не может быть только одна версия всегда есть должна быть еще одна а именно и что-то еще о чем я не догадываюсь поэтому я про себя тоже считаю конечно что я выдавил на все сто процентов себя раба и тут же вспоминаю что нет наверное я просто о чем-то не догадываюсь поэтому конечно же вас никто не учил что такое свободная конкуренция вас всегда учили быть социалистической пропаганды так вот свободной конкуренции выигрывает тот кто может предложить другим условия удовлетворения их потребностей лучшее чем это предлагают его конкуренции в свободной конкуренции то есть такой в которой запрещено агрессивное насилие выигрывает тот кто другим предлагает условия кто что-то дает другим выиграет тот с кем будут добровольно иметь дело почему с ним будут иметь дело больше чем с его конкурентом потому что он предлагает другим условия удовлетворения их других а требностей лучшие чем это могут делать его конкуренты вот дальше почему он так делает это уже следующий вопрос ты можешь сказать потому что он лучше работает потому что он там самый умный потому что еще что-нибудь но вот на этот счет есть понятие конкурентоспособность или просто конкурент в этом контексте мы должны грубо говоря примитивно вот так вот сначала делить всех людей на более конкурентных и менее конкурентных тогда с этой точки зрения право оно имеет одинаковую или разную социальную ценность для разных труб нет оно имеет разную ценность для разных социальных труб а именно она позволяет более конкурентно удовлетворять свои потребности и препятствует тому что свои потребности будут удовлетворять менее конкурентно потому что в условиях запрета агрессивного насилия получать что-то от других и вообще что-то иметь можно только в том случае если ты сам что-то создаешь что-то даешь другим вот ты можешь создавать вообще все что угодно вот я могу взять и создать я не знаю гигантские калоши вот такая вот цель вот мне уже давно нужно закончить книгу я знаете чем занимаюсь я иллюстрации в нее делаю оно надо кому-нибудь кроме меня вот как я вот из моих любимых сюрреалистических картин составляю там типа как фотошопы всякие фото жабы там и прочее вот так или шрифты меняю то такие шрифты то сети я получаю эстетическое наслаждение оно кому-нибудь надо кроме меня там все давно и давно от меня требуют сам текст научный а я говорю подождите я не готов а в чем не готов а то что я так вот его делаю ну как не хочет за это мне никто не заплатит я имею право я сам буду не ждать если я хочу чтобы мне за это заплатили я все-таки должен делать не столько то что мне нравится или не обязательно то что мне нравится а то на что есть спрос некий платежеспособный спрос вот тогда я буду удовлетворять свои потребности а так я могу вообще оставшуюся жизнь вот сидеть в компьютере и рисовать на таких картинках и умереть с голоду почему такое ничь если такое у меня а потому что я ничего не произвожу еду я не произвожу для себя да кушке а где же не происходит вот видишь я уже все протерз протерз что не знаю где джинсы протирают а сколько мужского пола они протираются там я не знаю у меня не протираются а сколько женского пола я не обязан это знать да вот я не буду ничего предварить с чего я буду жить а мне другие дают а с какой трассе мне дают я должен что-то дать взамен до общая система обмена чем больше я буду давать того что пользуется спросом тем больше я буду с этого всего иметь со своей деятельности понятно понятно вот но ведь если я не буду давать я я не уникальны другие тоже могут это давать почему именно со мной будут заключать сделки почему именно я буду участвовать в выгодных нужных мне обменов потому что я буду предлагать либо лучшего качества чем другие либо по более низкой цене а потому что я самый умный самый производительный самый рациональный там и так далее вот я дальше не буду объяснять вы так это должны знать должны были понять простую фразу что свободной конкуренции вы не привыкли выигрывали кто-то любите бы другим предлагает условия удовлетворения их потребностей лучше чем его конкуренты вот тот взрывает других допустим своих конкурентов там или там режет их или делать такие предложения которых нельзя отказаться это так называется он уже переходит из свободной конкуренции совершенно другой области это уже силовые начинается взаимодействие к праву не не имеет никакого отношения это же не функция права а функция права это функция таких институтов которые заставляют людей ограничивают людей в их возможностях получать и потреблять социальные блага вот этим самым принципом запретом агрессивного насилия оно кому выгодно тем кто может способен предлагать другим условия удовлетворения их потребностей других лучше вот если я могу на вас работать лучше чем он может работать и за ту же цену кого возьмете в работники конечно а если я так же но замечу цену вас не важно кто таджики таджики да вопрос на свободном рынке одна компания занимает 99 процентов рынка становится такой монополии огромное то это плохо или хорошо я не знаю потому что этот фантастика вас воспитали вот в таким образом вы совершенно спокойно задаете вопрос забыв сказать а вот давайте немножко пофантазируя председателя скажи извините я не хочу фантазировать ну вот например реально пример компания магнолос которая является очень большим поставщиком еды для населения там так бывает фастфуда и вот например любая закусочная которая может делать гамбургер лучше вкуснее на шевле на ваш вкус причем лучше на вкус на вот человек допустим которого интересует именно дешевизна никогда не пойдет в это заведение потому что магнолизм может для себя сделать именно в этом месте где стоит то лавочка еще дешевле и убьет свободную конкуренцию никого не успею во первых макдональдс никому не навязывают свои услуги понимаете не макдональдс не кто-то еще не хватает каждого мимо проходящего и палками не загоняет каждый свободный человек идет кушать туда где ему хочется он выбирает по соотношению вкус и цена лица цена качества цена качества либо макдональдс либо не макдональдс я вообще в такие места не хожу я нормальный человек какой макдональдс просто зайти в магазин и купить я хлеб я знаю что это сделал плед купить вот получше так я знаю как вы лично это съесть вот я нормальный человек я пойду в ресторан хорошо изменит звери я потерплю как не будешь не обязательно так и готовить только разожрался даже вопрос больше деппинг демпинга то есть большая глобальная компания может местную компанию маленькую им нужен нужен может понимаете может имеет право вот вы хотите сказать что правильно хорошо это когда есть множество разных мелких компаний производить потому что она конкуренция 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 то есть тогда очень такая конкуренция которая ведет к тому что самый конкурентный остальных разоряет это неправильная конкуренция вот эти компании прочие производители еды они для кого вообще-то в конечном счете они для себя то есть хозяева этих компаний удовлетворять свои потребности но за счет чего за счет того что стремятся лучше удовлетворять потребности потребителей если выиграют на рынке те кто удовлетворяет лучше а те кто не может с ними конкурировать отпадает потребитель это лучше или хуже лучше конечно я не вижу логике но я вижу потому что новая компания появится не может таких условиях она чего не борется на одном перекрестке с макдональдсом у нас бед делать гамбургеры бесплатно чем тяну отлично потребители счастливы отлично они сразу прибежали некое развитие зачем развить тебе нужен дешевый гамбургер например нужно гамбургер не связывайте курицу допустим если будет много людей как говорится антимонопольного будет отдельный вопрос сейчас я просто хотят немножко прокомментировать выдачи вы не будете понимать какое дело как какое дело свободная конкуренция она вот такая а тоже называется антимонопольным регулированием это называется социализм так уважаемые дамы и господа что функция права вы поняли нет это принцип права вот принц запрет агессивного насилия какую функцию выполняет а он позволяет удовлетворять лучшие потребности более конкурентно и препятствует удовлетворению потребности менее конкурентными а что ж тогда будет самыми неконкурентными да ну что ж не будет они полезны если нет хлеба пусть едят пирожные они не такие уж и не конкурентные заказываю его я просто прикидываю работать нам за подломку большинство парня вы сейчас создадили одним у конкурента нет но смотрите уважаемые господа вот сразу же ответ на вопрос такой это значит тогда что часть населения будет выбирать если будет только право нет ну вся история капитализма показывает что вообще удовлетворение потребности рост удовлетворения потребности происходит не от того что существует правильное государство которое правильно перераспределяет а только за счет производительности труда вот растет производительность труда растет удовлетворение потребностей всем понятно что не надо описать что рост удовлетворения потребностей возможен только на основе роста производительности труда вот даже впрочем начали советские власти преподавали такую политэкономию социализма и вот так так и говорит удовлетворение потребности какая-то это закон социализма рост удовлетворения потребностей на основе неуклонного роста производительности труда а вот потеря коммунизм социалистами с этим значит потеряли единственную здравую мысль которую мы было мы за такая что росту буквально возможно столько на столе роста это здесь труда в этом-то социализме который преподается нет росту другое потребуется когда правильно делись узнаете так и оксана письма и она постоянно одно и то же у него все время новые проекты как правильно разделить то что есть производить начать что-то она не думать зачем может быть она уже давно привыкла к тому что производитель никто ничего не хочет понятно что ну а как японцы вот как я сейчас вам расскажу как правильно поделить а всем к вам как жириновки однажды дать всем так как вы планируете предвыборная такая так каждому мужику по бутылке водки как же женщине по мужу вот как все сразу поделил как вы видите много ли надо избирателям жириновского всего-то всего-то да ведь вообще-то вот когда я был в вашем возрасте это такое что современному мужику две бутылки на одного мало одна баба на двоих много так что такое структура дошел кольца системы помните система есть некое множество каких-то объектов связан между собой таким образом что это множество благодаря именно такого вот этой связи приобретают такие свойства и качества которые в этом множество не было бы если бы что либо множество было другое либо если бы связи были бы другие правильно? вот эта связь которая образуется тема называется структурой поэтому когда мы говорим про структуру права имеется ввиду что какие-то институты нормы группы норм как-то между собой связаны вот на этом самом рисунке на этом самом чертеже я вообще не буду еще раз это все рисовать я буду просто отсюда вот делать какие-то ответы что такое договоры свобод договоров право это такой институт который предлагает запрет агрессивного насилия значит что любое добровольное взаимодействие правомерно любое добровольное взаимодействие правомерно независимо от его содержания добровольное кстати а как определить оно добровольное или нет ведь сплошь и рядом бывают такие ситуации когда человек добровольно скажем подписывает договор потом узнает что он оказался в неком невыгодном положении и что это за дело что значит его проблем если его сознательно другая сторона ввела в заблуждение тогда это уже не договор а мошенничество разновидность агрессивного насилия вот а если его никто не вводил в заблуждение ну точнее просто он сам такой глупый вот это его проблемы дееспособные если он и будет признан судом не дееспособным и вообще ничего по этому договору итак значит свобода договора предполагает что права и обязанности взаимные права и обязанности вытекают не из законов в праве не из законов властно установлены а из заговора свобода договора это понятно то есть властно учат тому что право это централизованное государственное управление поэтому первый источник права и основной источник права закон нормативный акт потом ну ладно в каких-то глупых странах там типа Англия и США там есть еще судебные прецеденты но они какие-то отсталые ну в совсем отсталых местах там где-то еще обычаи соблюдаются ну еще в времена там Валентиниана время там в Византии доктрина была ну а так вот это в нормальных странах образец нормальных стран это Россия которая встает в колен в колен под руководством Владимира Владимировича Путина основной источник права это закон и конституция это основной закон запомните пожалуйста что конституция это не основной закон это совсем другое даже в переносном смысле нельзя отзывать конституцию основным законом на что ты должны знать три примера первый пример это ФРГ где есть основной закон но нет конституции второй пример это Великобритания это конституционная манархия в конституции там есть? есть там не писаная есть она говорит не писаная потому что они до сих пор еще что не знают ничего только она не писаная она там не не писаная она там не консолидированная она состоится еще запомните что не писаным и писаным правом в Англии называется совсем не то что вы думаете в Англии писаное право это парламентские статуты независимо от того были они не зафиксированной писанной формы а не писаным правом называются обычаи и прецеденты независимо от того были они или нет и так далее она сложного составная и неконсолидированная туда были и парламентские статуты и судебные прецеденты и правовые обычаи вообще что понимать в качестве конституции да в Англии нет конституции как консолидированного акта А что вы понимаете в качестве конституции, когда вы говорите, что вы действуете? Опа! А оказывается, что кроме как консолидированного акта, больше нет ничего. Ну и, наконец, последний пример. Это Россия. Российская конституция 1993 года, которая называется только так. Конституция. И в этой самой конституции, в заключительных переходных положениях, упоминается другое. Это конституция прежняя 1978 года, сначала РСР, потом РСР Российской Федерации, Конституция России, которая называлась конституцией в скобках «основной закон». То есть сама конституция действующая, называя конституцией основным законом, даже без указания года, конституцию прежнюю, которая уже не действует. А эту она называет только Конституцией Российской Федерации. Поэтому грубой ошибкой, например, про российскую конституцию нужно писать «основной закон». В смысле этой конституции, основной закон – это 1978 года, она уже не действует. Вот. Это к тому, что вас учили, к тому, что первый источник права – это закон и так далее. Нет, простейшая форма права, начало права, самое начало – это договор. Поэтому, если вы хотите рассматривать право как реально действующие институты, вы должны рассматривать прежде всего договоры, свободу договора, вытекающие из нее множество договоров. А вот дальше начинается следующая путь дня. Существуют так называемые позитивные нормы. Это на языке этой позитивистой социологии. Позитивными нормами называются те правила, которые в институте должны соблюдаться, для того, чтобы люди могли нормально достигать цели своей деятельности, и к ним не применялись быть санкции. Значит, действуйте по тем правилам, которые установлены институтом, и все будет хорошо. А иначе к вам будет механизм принуждения. И вот в эти позитивные, так называемые, глупое название, я пока еще не придумал ему замену. Не охотно придумал. Ну вот, значит, в эти самые позитивные нормы входят. Во-первых, нормы гражданского права. Нормы того, что называется гражданское право. Гражданское, оно же частное право. Значит, нормы гражданского или частного права. Вот они подразделяются, эти нормы, на диспозитивные и императивные. В свободе договора не противоречат только диспозитивные нормы. Это так называемые диспозитивные нормы. Это такие заслонные положения, которые входят так. Первое. Поскольку свобода договора, то такого рода сделано, что хотите, то и устанавливайте в договор. Второе. Но если вы по этому вопросу ничего не установили в договоре, тогда будет просто. Почему? Зачем? Да потому что уже двухтысячелетняя, если не больше, практика формирования, развития этого самого частного права показала, что далеко не все люди, профаны в обыденных отношениях, знают, что нужно писать в договорах, наиболее общество усложняется, все новые какие-то виды сделок появляются. И потом оказывается, что именно вследствие пробела в договоре возникают споры о праве. И вот так бы этого не было, в силу несовершенства договора, мудрые, так сказать, законодательства, точнее, это, например, эти суды выработали эту практику, руководствоваться в случаях пробела в договоре следующим обычаям. А затем эти обычаи уже были переселены на уровень законодательства. Как развивается частная правда историческая? Сначала складываются лишь обычаи. То есть свобода договора порождает некие обычаи. Потом эти обычаи фиксируются в том, что мы называем судебными прецедентами. Доктрина их осмысляет, все эти нормы, описывает и мудрый законодатель, в кодексе Истиньяна, все это нам предлагает. А потом вас учат тому, что был такой Истиньян, он взял и издал такой закон. Получилось гражданское право. Потому что право, что такое система нормы, становится социализованным государством. И что Истиньян, никакого гражданского права нет. Чушь там ничего. Суд может принимать решение адхок, но суд может принимать решение по обычаю. Если сложился обычай, то это хорошо. А если сложился, тогда адхок. Значит, диспозитивные не противоречат свободе договора. Это всем понятно? Они лишь восполняют пробелы договора. Договоры реальные, не завершенные. Тем не менее, есть еще императивные нормы. Самое простое было бы объяснение императивных норм в целом. Но все эти правовые культуры, где развивалось гражданское право, они несовершенны. Они преимущественно правовые, они не до конца правовых. То есть какое-то государственное регулирование. Что это императивная норма? Это приказ верховной власти, что а вот здесь вам, хрен вам, свобода договора, а вот только так, как мы прописываем. Только так, да? Пардон, это тогда нарушение принципа права. Значит, какие нормы или такие законоположения мы должны исключить из права, из системы права. Не все так просто. Императивные только те, а входят в право, императивные, о форме сделки. Например, самый простой, например, вам услышали. Договор на сумму больше чем, или между такими-то субъектами, или что-нибудь еще, простой письменный фокус. Если какая-то мелкая сделка, пожалуйста, в письменной форме. А если она уже не мелкая, а в законе говорится, с какого момента она уже будет не мелкая, тогда в письменной форме. А что будет, если словами нарушили законное требование, или официальное, публично-властное требование простой письменной формы? Вот что? Ничего подобного. На каком пульсе вы учитываете? Нельзя ссылаться на свидетельские показания. Да, тогда имейте в виду, что если у вас возникнет спор о вашей сделке, и вы заявитесь в зуб с иском, то вы должны будете предъявить, тем не менее, все равно письменные доказательства того, что эта сделка была раз, и что права и обязанности по этой сделке были зафиксированы такие-то два. А если у вас нету, а есть только свидетельские показания, так поцелуйтесь с вашими показаниями, а коли не хотите. Откуда берется такая норма? Ведь она выработалась. Судебная практика. Суды, как бы суды говорят сторонам гражданских правоотношений, ребята, ваше, конечно, дело, у вас свобода договора, ваше частное дело, в какой форме вы будете совершать сделки. Но только когда у вас возникают споры, вы приходите к нам и предлагаете, чтобы мы бы защищали ваши права, но не предлагаете нам достаточных доказательств того, что ваши права были, что они нарушены. Вот имейте в виду, вы нам навязывать ваши стандарты, формы сделки не можете и не будете. Если вот мы говорим, что не принимаем иски, если они нарушают наши стандарты оформления сделок. Не нравится? Найдите себе другого судью, пожалуйста. Вам никто не запрещает идти в любой третийский суд. Вот мы с тобой совершили какую-то там сделку, не знаю, устную письменную, письменную фору, так как положено. Потом у нас возник спор. Не пойдем же мы в российский суд, да? Правильно, а что нам там делать? Вот. Мы кого-нибудь изберем, чтобы нас рассудил по понятиям, да? Реально, конкретно. Кто нас? Кого ты хочешь? Кого ты хочешь, чтобы нас рассудил? Кого? Куйзокин. То есть ты никого не хочешь, да? То есть ты заведомо предлагаешь неприемлемую грязь. Я понимаю, конечно, что каждая и каждый из нас будет предлагать именно того, в ком он уверен, что решение будет принято в него. Нет, не выставая, да? Во-первых, мне не кажется. Во-вторых, если тебе так кажется, так и скажешь. А вот мне кажется, что и так далее. Значит, не только, конечно. Я сейчас говорю, что было бы упрощение, что было бы упрощением отвергать все императивные. Второе. На примере формы сделки видно, что суды могут устанавливать свои критерии, по которым они принимают иски или не принимают. Но это имеет в виду, как исковая данность, да? Имеется в виду, каждый раз, какая ситуация, когда договорные обязательства не выполнили, или спор возникает. В любом случае, спор возникает. Я подчеркиваю, что из свободы договора вытекает, что если, вопреки самому, что ни на есть, императиву законодательному, требуется какая-то форма, или требуется еще что-то. То есть это то же самое, ведь исковая данность, это о форме сделки, или о формальной стороне обязательств. Это не о содержании обязательств. Если требуется, скажем, для внешнеэкономической сделки ее письменная форма, суд угрозой того, что она ничтожна, означает ли это, что мы не можем с вами совершить внешнеэкономическую сделку, если мы ее не совершим письменную форму? Нет. Это означает только то, что если спор возникнут, тогда суд не примет. Скажет, просрочили, не желаю принимать и так далее. То есть одно дело, когда наше отношение только нами, сторонами договора не ограничиваются, а другое дело, когда мы имеем в виду еще каких-то третьих лиц. Так вот, лица, которые руководствуют свободой договора, могут и с формальной, и с материальной точки зрения писать нам то все, что угодно, поскольку они самопринадлежащие, они имеют право только относительно себя устанавливать то, о чем они договорятся, но они не имеют права устанавливать обязанности каких-то третьих лиц, третьей стороны. В качестве таковой выступает в нашем разговоре судья. И вот здесь судьи говорят, ребят, мы вам тоже не навязываем ничего. Да вы можете просто соблюдать все права и обязанности свои по договору, никаких проблем не будет, все будут счастливы. Но если вы хотите нас еще вовлечь, тогда имейте в виду, мы работаем вот на таких условиях. Поэтому императивные нормы о форме сделки или касающиеся формы договоров и так далее, ой, включая еще исковую давность и вообще, надо будет подумать, подумать сам, и предложить мне, как обозвать всю эту совокупность императивных норм, которые мы должны учитывать, даже при условии свобода договора именно как права. Видишь, какая страхольца будет большая? Тебе не в МГУ, который ждал. Так, помимо норм гражданского или частного права. Здесь мы до сих пор ограничивались рассуждениями, что свободная деятельность предполагает, что все в равной мере свободны. Значит, когда люди сталкиваются, они с интересом, где-то пересекаются, они должны либо договориться, либо, если не удастся договориться, их деятельность не должна остановиться, если у нас нет. Вот договоры нужно говорить только тогда, когда один человек в своей деятельности вторгается в частную сферу другого, в собственность, в сферу собственности, допустим, другого. А вот помимо того, что есть в собственности людей, существует еще какая-то сфера жизнедеятельности человека, которая никому не принадлежит. Вот она называется «публичная». То есть все сферы человеческого бытия мы делим на две части. Сфера частного и сфера публичного. Частная – это там, где собственность. Вот это твоя частная. Правильно? Я, в первую очередь, могу взять только свои слова. Не договоримся, не состоялось. А вот то, где мы с тобой присутствуем, это вот частная собственность чья-то или нет. То есть частная собственность, значит, здесь может присутствовать только с согласия частного собственника. Вот это будем считать, хотя могут быть некие возражения, неким публичным пространством. А вот то, что ты вообще принесла, это публичное пространство, ты тем самым не нарушила ли чьи-то права. Нет ли с твоей стороны агрессивного наобилия? Вот если представить себе так, что шуточка малыш, кому-то не нравится, а ты тебя критерий права, вот ты вот и это взяла и принесла на экзамен. Мы с тобой уже находимся в публичном пространстве. Это не мое собственное пространство. Я, если тебе экзамен принимаю, а ты, если я вот это вот положила, это твое собственное. Этим исчерпывается смысл этой ситуации? Нет положений об экзаменах и школы экономики. Сказано, что ты не имеешь права вот здесь на экзамене пользоваться такого рода объектами. Значит, это не публичное? А это не частное? Да-да-да, это ведь никакая... Не-не-не-не, в том-те дело, что такая интересная штука, что это не частное пространство. То есть у этого пространства нет никакого хозяина. Хозяин — это реальные люди. В публичном пространстве функцию хозяина кто выполняет в публичном пространстве, кто выполняет необходимую функцию хозяина? Публично-властные инстанции. Значит, там, где мы не в сфере нашей частной собственности, там, где мы в таком деятельностном пространстве, в котором, во-первых, имеет право быть каждый, стоит в правной мере в такой же, как и другие, он... никто здесь не имеет права навязывать другим свои правила. Люди в таком пространстве непременно будут сталкиваться. Ну, хотя, может быть, сложный сразу пример привел, а вот гораздо более простой пример. Вот есть мост шириной 4 метра дорога. Два автомобиля едут навстречу друг другу. Вы, наверное, догадываетесь. Первый вариант. Никаких правил нет на этот счет. Ну, в лучшем случае просто разборка, а в худшем случае они в лоб друг другу и все, и конец. Второй вариант. Есть правила на этот счет. Какие правила на этот счет? Здорово. Один должен уступить другому. А кто кому, я имею в виду? Ну ладно, ну не важно, не важно. Значит, если есть правила, то один уступит другому, и они оба добьются своих целей, разъедутся счастливые. Еще помажут друг другу ручкой. Да и вот ты как раз будешь в одной машине, и в другой руке, а потом вы женитесь, проживете сто лет и умрете в один день. Это все почему-то правило? А, не было бы правил. А? И подумать страшно. Так, уважаемые дамы и господа. Вот, значит, в публичной стере должны быть правила непременно. Не важно, это какая там социокультурная ситуация. Правила и Патистаны. Должны быть непременно правила. И вот в правовой социокультуре эти правила, они, кстати, вот это у нас нормы частного права, а это будут нормы чего? Какого именно публичного права? А это будут нормы административного права. В правовой социокультуре нормы административного права это те правила, которые устанавливаются из расчета именно обеспечения безопасности, предотвращения агрессивного насилия. Вот, начиная с самых простых, вам известно, правил дорожного движения, кончая правилами предпринимательской деятельности и, точнее, техники безопасности. Вообще, там много-много всего. Если посмотреть по объему, то, наверное, 90% того, что являются позитивными нормами, это нормы не гражданского права, это нормы административного права. Значит, смотрите, действительно ли это нормы права? Вот то, что они административные, административно, это значит, что они устанавливаются во власть на приказном порядке. А вот правовые ли они далеко не всегда. Ну, например, вот это вот правило, что за непристегивание ремнем безопасности, что? Это откровенно правонарушающее правило. Потому что то, что я себя не пристегиваю ремнем безопасности, вовсе не означает, что с моей стороны не подпошли к кому-то агрессивное насилие. Я вообще имею право застрелиться. Понимаете? То есть наказывать за непристегивание ремнем безопасности, это то же самое, что наказывать, скажем, за попытку самоубийства, или уж тем более за самоубийство. Самая тяжкая кара должна быть. Никому в голову это не приходит? Кстати, вот функция этого института тогда какая? Сохранить долгопатильщиков. Что меньше на здоровье на вас подходит? Вот. То есть сначала взимают налоги, это чтобы всех вас лечить. Потом смотрят, черт, они теперь не беспокоятся о своем здоровье. Потому что не курят, пьют, не пристегиваются еще. Купаются в неположенных местах. Никаких денег на них не хватит, потому что мы себе в карман ничего не положим. Сейчас начнем это карать за всю их незаботу о своем здоровье. В случае аварии человек, например, находится в бессознании. У него невозможно потрясоваться по своей ли он в воле. Ходит, ну, в смысле, ездит, не пристегиваясь, что он, как свободный человек. А с другой стороны, то, что его принудили, он, значит, не пристегнулся, разбился. И приезжают, значит, пожарные приезжают, спасатели приезжают, врачи, все его лечат, то, как к нему носятся. По-моему, это совершенно неинтересная сказка. Вы фантазируете, это я уже понял. Нет, вы лучше получаете в струкзу. Вы фантазируете, что-нибудь смешное. Что смешное, то, как говорят так, вот у одного человека был такой большой живот, что он с трудом влезал в машину, вот там, через верх специально. Вот. А, значит, когда пристегивался ремень, то вот было бы прямо до конца вприток. И при этом, значит, когда он резко тормозил, однажды ремень лопнул. При этом он так лопнул, что одна его длинная часть крестанула по соседней машине, разбила зеркало, разбила стекло. Разозлившийся водитель этой второй машины тут же тормознул, вышел, вытащил оттуда из машины свою тещу, которая же достала его по камену. И вот не выдержав уже этого последнего момента, он так ей дал по голове, что она скончалась, ее не откончали. В результате потом этого пузатого стали адвокатами этого, который тещу убил, обвинять в том, что именно он явился причиной. Тот находился состояние аффекта или там совершил убийство, не понимаете вообще, что он совершает, но это в таком состоянии, вызванном неправомерными действиями вот того самого этого пуза. Вот это история. Очень красиво выбирали ситуацию. Не смешно, да. Не смешно, потому что если человек пристеглялся, он просто не поставляет. Предлагаю, что это частное дело его и наказывать его за это, понимаете, неправомерно. Если мы называем правом запрета агрессивного насилия, тогда вот за то, что вы плохо заботитесь о своем здоровье, наказывать вас, это будет агрессивным насилием. Понимаете, в деспотической ситуации это норма, потому что с точки зрения деспота все люди в его хозяйстве. Это, понимаете, его трудовые ресурсы, это его собственность, так сказать. И ежели кто из них плохо себя ведет и заботится о своем здоровье, а он надо драть нещадно в назидание всем остальным с точки зрения права, понимаете, там совсем другая ситуация. Да, какой вопрос? А я не согласен с тем, что ты его частное дело. А я, к вам, я с вами согласен, что вы не согласны, все отлично. Это не вопрос. Если вы не согласны, вопросы есть у кого-нибудь? У меня есть. Какой? У меня такой вопрос. Давайте представим, что человек не пристыгнулся, разбился, но не умер, стал инвалидом и не может сам о себе заботиться. Но это его проблема, понимаете, вопрос у вас в чем? Вопрос в том, что когда он не может о себе заботиться, обязательство по заботе о нем несет в общество. То это? Так, спасибо, я все понял. Вопросов у вас нет. Вопросы есть какие-то? Не опровержение меня? Вы имеете права опровержать? Вы умеете, не вписанном виде, в регулярном покупке. Вопросов нет? Нет. Вопросов нет? Вы уговорились, что переходите. Так, если ни у кого, кроме вас, вопросов нет, тогда спасибо за внимание. До свидания. У кого есть вопросы, теперь подойдем.